Так, девочки и мальчики, не стал снимать, как я ездила в сам магазин, но у меня обновочки, странные пакетики у них стали, безлейбловые, в общем, купила себе новый айфон и чехол, причина то, что меня бесит, что мне все время не хватает на телефоне памяти и вот эта вот история с iCloud тоже не очень, потому что каждый раз там вот все фотографии и видео перекидывается в iCloud и если мне их надо посмотреть и если я нахожусь в какой-то жопе мира, где нету связи интернета, то они не могут загрузиться с iCloud, типа камон, ну и плюс неудобно вот как раз таки для YouTube, то что я снимаюсь на телефоне, поэтому взял на терабайт новый айфон, но он уже не настолько новый, но как бы все равно, давайте откроем, откроем же скорее, взял синенький кстати, прелесть, интересно он у меня по размерам такой же, да, я взял не этот, не огромный который, а обычный прошку тринадцатую, чехол взяла зеленый, ну не знаю, он типа кожаный, зеленый, посмотрим, в принципе он темно-зеленый, но если надоест, что-то другое возьму, так, а тут что, а типа как вставлять, да ладно, а то бы я не разобралась, в общем ребят, снимаю сейчас пока на iPad, не уверена насчет качества, у меня айфон пока восстанавливается из iCloud, потому что я вчера сделал как раз таки копию в iCloud, этот телефон я как только перенесу всю информацию, я сделал через трейд-ин, и по идее вот на адрес подруги мне должны прислать кит, коробку грубо говоря, в которую я положу это айфон и отправлю, но знаете о чем я подумал, они мне максимум 450 долларов за него отдадут, я сегодня загуглю, если я найду, тут тоже будут скрины, сколько стоит сейчас 12 айфон, если он стоит, ну вот, перепродавать дешевле или так же как трейд-ин 450, то я тогда в трейд-ин отдам, а если можно продать дороже, то я лучше тогда кому-нибудь так продам и заработаю чуть побольше, а трейд-ин уже откажусь тогда. В общем, с чехольчиком выглядит вот так, мне нравится такой, знаете, зелененький, с синеньким, голубеньким таким, на терабайт, вообще не представляю, конечно, что это будет за приключение, сразу вот тоже заметил разницу в верхушке, вот эта вот штучка, она типа в самый верх сместилась, а на этом айфоне, она видите, вот она, вот, она типа чуть ниже, а тут она вот сместилась на 13 прям в самый верх, размером они одинаковые, что вот этот у меня 12, что вот этот вот 13, просто этот в чехле, единственная разница у них, видите, в камерах у этого прям какие-то огромные, не знаю, насколько это будет по качеству лучше, как только у меня загрузится все, я для этого видео сделаю обложку, сфоткаюсь на этот телефон. Думала купить, конечно, Pro Max на терабайт, так как я уже долго ходила с этим 12, я просто подумала, что типа удобный размер, большую лопату что-то не очень сильно хочется, с ней неудобно ни в карман положить, ни вот как раз-таки секундочку. У меня просто есть сумочка, и вот у этой сумочки есть мини-сумочка, и вот 12 обычный, идеально, и вот видите, 13 тоже идеально помещается мне в эту сумочку, и ну то есть понятно, что я не из-за сумки как бы это взяла, но как бы и с бонусом то, что удобно, можно телефон сюда запихивать. Все-таки вот этот размер мне больше нравится, чем вот этот Pro Max. А вот сомневалась, еще думала брать типа просто обычную 13, либо Pro. И вот тут я уже, конечно, подумал, что лучше все-таки Pro. Не знаю почему. Памяти должно теперь хватать вот так. Я, наверное, не буду теперь хранить ничего в iCloud, сделаю, чтобы все хранилось на телефоне, потому что, ну, одного уж терабакта должно хватить для всего. И если в будущем мне как-то будет не хватать памяти, то тогда, возможно, я воспользуюсь iCloud, но скорее всего мне будет хватать. И знаете, я еще что подумал? Подумала! Я подумала, что как только вот сейчас у меня включится этот телефон, ну не прям сразу, конечно, но я собираюсь ответственнее относиться к фотоленте. Я хочу пройтись по всей галерее, удалить ненужный шлак, вот эти скрины непонятные, кучу накопившихся, потом фотки почистить, потому что большинство фотографий... Ну просто, вы знаете, уже из практики, из года в год с покупкой новым iPhone, я понимаю, что я большинство фотографий, вот которые со старых еще там, но я их даже не смотрю и не использую никак, и вряд ли их буду использовать. Какие-то старые фотографии, которые мне действительно нравились и нравятся, я их добавил в фавориты, то есть их я в любом случае могу из этой папки посмотреть, и куда мне понадобится добавить, а остальной шлак просто удалять и вот стараться не накапливать в фотогалерее вот кучу непонятных вещей, а использовать как-то пространство удобнее. Знаете, вот с одной стороны уже перестали, конечно, вот эти новые iPhone радовать, не так, как раньше, вот когда четвертый, пятый выходили. Было как-то... Да даже когда десятый выходил, было как-то более, знаете, интересно. Сейчас уже просто дизайн каждый раз меняют, лишь бы продавать еще больше. Поэтому вот этот iPhone я взяла только из-за объема памяти, только из-за объема памяти. Я думаю, одного терабайта мне хватит надолго. До тех пор, пока вот этот телефон не начнет тупить, там я не знаю, насколько его хватит на 2-3 года, я новый iPhone больше покупать не собираюсь. Если, допустим, двенадцатый, я покупала и я понимала, что мне там по памяти будет не хватать, и, скорее всего, со временем я что-то новое куплю с большим объемом памяти, то сейчас уже вот с этим 1 терабайт, я думаю, мне точно хватит надолго. Следующее, что хотела сегодня вам сказать. Я живу в номере отеля, живу, и у меня вечно тут срач, и я несколько дней подряд, несколько дней подряд вешала дверь вот эту вот штучку. You can clean my room. И что в итоге? Неделю вешала. Крем бы кто поклинил ром мою. Никто не клинит. В итоге я сейчас посетилась, спрашиваю, а как можно вообще устроить так, чтобы мне комнату прибрались, поменяли полотенца, постельное белье. И в итоге она такая, да, конечно, единственное, из-за вот ковида мы не можем вам прям прибрать. Я такой, ну, хотя бы поменять постельное белье и полотенце вы же можете. Она такая, да. Господи, я такая жирная, запыхаюсь уже просто от того, что говорить. Встаю. И что вы думаете? Я прихожу, и у меня вон там у двери, внутри, ну то есть внутри моей комнаты, стоят просто вот эти пакеты. Пакеты, а что за пакеты? Я вроде не пакеты заказывала. А тут в этих пакетах как раз белье, которое вот так вот я положу, и оно и будет лежать, потому что мне впадло это все застилать. Но полотенца еще ладно, их я как бы, их стелить не надо. Их я использовать буду. Но, как понимаете, ни второго рулона в туалет. Ничего мне не дали. Придется как-то вызывать. Начала тратить деньги из ренты на квартиру. Но мне мой партнер сказал, что типа не переживай, поотправим тебе еще, если нужно будет. Я такая, окей. Вот. Сейчас еще жду информации по поводу, сколько конкретных альянсов мне нужно создать. И он тоже сказал, типа, можешь деньги на создание их брать из вот ренты на квартиру. Он мне просто потом пополнит все. Как бы возместит ущерб. И что еще? Сегодня вот, кстати, утром звонил мне. Не утром, наверное, в час где-то он мне звонил. Для промо попросил там что-то сделать. Потом такой, так, подожди, мне надо ответить на звонок, я тебе перезвоню. И все. И пропал. Уже несколько часов. Ну, минимум четыре часа. Тишина. Интересный такой. Есть, конечно, у меня переживание, что с проектом может что-то пойти не так. Да. Но никто нигде и никогда не даст вам никаких гарантий. Даже устроились вы на какую-то работу. Официальную, неофициальную. Каким бы вы не были работником. Всегда есть шанс, что вас могут сократить. Всегда есть шанс, что с компанией может что-то случиться. Гарантий в жизни вообще никаких нету. Даже если вы работаете сами на себя. Никаких гарантий нету, что все будет идти гладко так, как вы хотите. Поэтому, с одной стороны, я типа переживаю, что что-то может пойти не так. И вашей королеве придется идти работать официанткой. А я этого не хочу. С другой стороны, я такая типа пофигу. Все нормально. Все пути. Разберемся. Единственное, конечно, вот тоже одно из переживаний, что если я сейчас сниму. Тоже понимаете, я раньше снимала квартиру за 1300 от соси у тракториста. А сейчас квартира, которую я буду снимать, будет стоить в пределах 3500. То есть за 1300 снимала и сейчас за 3500. Почти в три раза дороже. И я вот боюсь, что если вдруг что-то пойдет не так с бизнесом, а у меня лиз на год. Ну понятно, что я могу разорвать этот лиз. Ну не разорвать, а разорвать. А ну да, разорвать. С ними контракт на основе, что я не смогу выплачивать из разряда. Но опять же не хотелось бы в своей истории лизинговой иметь такую пометку, что я вот разорвала контракт. И за не состояние выплачивать ежемесячную оплату. Страх есть, но живем дальше, двигаемся и все будет хорошо. Все будет замечательно, кошечки мои. Поэтому желаю всем прекрасного дня. Обязательно на днях пойдем смотреть квартиры еще. Надеюсь, на днях начнется уже наконец-таки процесс переезда меня на другую квартиру. А там мы будем покупать, докупать какую-то мебель обязательно 100%. Делать перестановки. Вот это все, что мы любим. Конечно, знаете, интересно, когда еще не знаешь, где будешь жить. Вот я просто даже вот сейчас смотрю, вот передо мной Брикель-вью. И где-то там я буду жить. А пока вообще непонятно, в каком бюлдинге. Но где-то там. В общем, все будет хорошо. Всем желаю прекрасного настроения. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.